Я не имею права узнать, как чувствует себя мой ребенок, правильно? Ваш ребенок чувствует себя хорошо. Марина – мама трехлетней девочки. Говорит, что приходит в приют не в первый раз, но увидеть дочь ей не разрешают. И матери, видите, вы не разрешаете, правильно? С ребенком. В понедельник, в вторник, в субботу, пожалуйста. В смысле, как бабушка приходила, вы сказали, на порог никого не пустите? Ну, я вчера никого не видела. Вообще у Марины три девочки. Здесь средняя. Младшая в доме малютки, третья у бабушки. Официально прав на своих детей мать не лишена. Пойдемте. Куда пойдемте? Ну что, руками не трогайте мою дочь. Марина рассказывает, два года в разводе, но разъехаться с отцом детей решила недавно. И чтобы закрепиться на посту помощника руководителя фирмы, попросила бывшего мужа присмотреть за дочерьми. Где-то примерно неделю, может полторы, они были с ним. То есть мы поддерживали связь, мы созванивались, переписывались. Все было хорошо, все замечательно. Потом папа в какой-то момент меня заблокировал везде. Я не смогла до него дозвониться. И тут я узнаю, что произошло вот такое. А папа отвел девочек в полицию и оставил там. Почему? Марина не знает. Мы тоже. Его номер телефона девушка нам не дала. Она утверждает, что все это время регулярно навещала детей и сразу начала бороться за их возвращение. Несовершеннолетние девочки поступили в полицию Барнаула 14 января. За разрешением на посещение девочки 2015 года рождения мама обратилась 21 февраля. За разрешением на посещение девочки 2016 года рождения только 20 марта. Заявление о передаче детей на воспитание в семью матери не поступало. По словам Марины, в какой-то момент во время визитов в приют она заподозрила неладное. Сначала у девочки появилась подозрительная сыпь на лице, а затем утверждает жар. В итоге я увидела, что у меня ребенок вся малиновая, у нее страшная температура. Это было все, последние капли, я уже просто не выдержала. Я взяла ребенка и повезла ее домой. Ну, извините, ребенок болеет сколько времени, я почему должна... Извините, я просто не смогла больше терпеть это все. Пару часов в дом к матери Марины приехали органы опеки, директор детдома и полиция. Проходить никуда не надо. Нельзя никуда проходить. Вы что делаете? Вы что делаете? В итоге откидал нас в ту сторону и держал, удерживал здесь. И вот сюда, вот в эту сторону они урвались. Здесь кори, шоссели играли. Девочку увезли, так и не объяснив, по словам Марины, почему ребенка разлучают с матерью. После публикации видео в сети эта история собрала десятки неравнодушных. Предстоит выяснить обстоятельства, при которых дети-жительницы краевого центра оказались в детском доме. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, а также органов опеки и попечительства на предмет злоупотребления должностными полномочиями. А Марину ждет суд по лишению ее родительских прав. По словам девушки, инициировал разбирательство директор детского дома. А пока женщина пытается решить судьбу своих двух дочерей, третья так и живет у бабушки. Уже с декабря. Привела к нам Элю, чтобы мы могли о ней позаботиться. Анастасия Дорогана, Дрепечеркин. Наши новости.